нам нужна машина на каждый день режиссер принял решение что мы будем брать ладу все просто приора охуенная тачка это не обсуждается подъезжаем к машине первый приори который мы будем смотреть проехали 400 километров да но он говорил не билось 400 километров мы проехали запись одна должна была быть я же у вас спрашивала это бумажка короче хлам да есть какие-то гниль рыжики он говорит рыжиков нет оказывается что не один человек записан в птс и просто на будущее зачем людей обманывать 400 километров мы к вам ехали ради одного а получили в итоге другое время потрачено зря и деньги тоже козел давайте брифинг машину у нас что там нас какая третья машина у нас по счету приора 2010 год за 225 тысяч на кондей два стеклоподъемника bs знак шипы не беда не крашу ну да сказал в техническом состоянии все хорошо поесть рыжики там по кузову так что надо еще смотрим твоя задача какая будет максимально дешевле купить резину хочешь торговать конечно ну такой ты себе цель ставишь сколько 200 200 200 вот это у нас больное место тут все четко бампер первой модели одни сейчас смотрели там чё гниль есть ржавчина там гниль а кондей работает не а стеклоподъемника 2 до а то есть это такая комплектация типа типа полная типа неполная без работает ошибки есть какие горячим нет я вот когда я умыл ездил а мой чек не горит она под капотом немал даха с так внутри к природе работая достаточно ровненько достаточно ровный кондей есть цена уже хорошо вот работает он или нет неизвестно ну так конечно ничего выглядит нормально а тут обогревов нет да седу стакана задние не смотрелся это же их не беда задние стаканы даже лобаш не менялся до вроде ничего не течет вроде бы да ну да ошибки не горят чек не затушен сапуна чутка кидает масло видишь печка только в одном положении работает только в лобач дует и все ну вот смотри в любом положении это втыкаешь сюда не дует дует лобач только что-то не работает печка и я не понимание по-моему не кондей тоже не дует он как дует в одном положении холодный воздух и все но муфта крутится если она включи-ка кондей включен час муфта не включается ну то есть он не рабочий кондиционер зачет 2 на 215 ребята вы чё так короче она по кузову то нормально не работает только печка ну точнее в одном положении она только дует так она ну по багажнику везде вроде железо нормальная да я имею ввиду вот эти больные места которые остальные 215 потому что не работает кондиционер и не работает печка по херу не печка работает печка в одном положении ну да да смотри он мне звонит на телефон 215 до 60 год надо предложить ему как бы подешевше если уступит но он же вот он сейчас ей звонил сказал ну потому что там тетя где-то сидит блин и она уперлась сроком и все его 215 надо давайте мне старая здесь присутствовала начали бы ей как бы вопросы задавать пусть рабочую машину продает за эти деньги ну пообщайся как бы с еленой как бы если она готова 210 отдать мы прям сейчас бабки отдадим на месте тут дело там 15-20 минут и все договор купли-продажи и поехали все сейчас не но это тоже не серьезно а давай тогда с заправленным кондиором из печка рабочий тогда 215 дам вот честно вот так вроде целая машина фаркоп на ней стоял мне понравилось как двигатель значит работает ровненько вообще ну да я кстати коробку мы ни хера не проверили надо было проехаться коробку проверить сейчас сейчас пообщайся они не выпадают по кругу посланешь по цене то сейчас если еще коробка там чуть не так естественно коробку давайте выходите будем дальше уже за забеседовать да нам что-то мы это что-то я тоже блин сижу бля я как будто покупаю себе лавочку в огород на было хоть проехать на ней а все давай чё я короче то поехал пускай настя пишет там договора я поехал за резиной колеса даже на литие куда нам еще поездить хватит смотри приор резиновая 4 колеса а и Ну что, ребят, взяли мы эту приору, которую сейчас последнюю смотрели, и оказалось, все-таки можно найти приору в хорошем состоянии, и действительно не битую, не крашеную. Многие из вас сказали, что это нереально, но вот она. И за какие деньги, кстати, ребят, за 210 тысяч мы взяли приору 2010 года. Ну это как бы круто, да? Да, приора у нас первая, дорестайловая. Здесь обычный бампер, поворотники у нас в крыле, и зеркала, соответственно, обычные. Плюс к этому, ко всему, вы мне говорили, то, что капот, это у них больное место. Привет, братишка, давай пять! А, да подожди, стопы. Капот у них больное место, вы мне говорили, что зазоры, что торчит. Посмотрите, как здесь. Никаких зазоров, ничего нет, потому что машина в морду не билась, соответственно, всё чётко лежит. Плюс есть также больные места, это у них вот здесь вот начинаются такие рыжики появляться. Здесь тоже всё так вообще, ну очень хорошо за машиной ухаживали. Плюс, когда я заглядывала под нищие, там она тоже обработана. Единственное, да, вот здесь вот у нас есть скол небольшой, но это как бы мелочи жизни. Дальше поехали по кузову. Есть, да, вот больное место, это их передние двери. Есть небольшие вот здесь вот, по низу у нас рыжики. Но я считаю, это настолько как бы незначительно и некритично, как было в предыдущих машинах, которые мы смотрели. Да, кстати, большое спасибо моим друзьям, которые скинули объявление вот этой машины. Эта машина оказалась вот совсем под боком в городе Волгодонске, где я сейчас и нахожусь. Её выложили вот буквально недавно, и я приехала, сразу её взяла. То есть очень повезло, потому что машины в таком диапазоне цен очень быстро разлетаются. Разлетаются просто как пирожки. Ещё люди умудряются, конечно же, на этом поднаживиться. Очень много мошенников. Есть вот небольшой такой дефектик, царапинка вот такая вот. Ну, при полировке она уберётся. Изнутри мы всё посмотрели, там всё, ни гнили, ни ржавчины, ничего нет. Ну, соответственно, и задняя часть машины у нас тоже дорестайловая. Ничего тут никто не переделывал. Всё как с завода вышло, так и осталось. Ещё нам повезло с колёсами. Здесь стоят штампы на зимней резине. Резина, кстати, здесь хорошая зимняя. Также досталось нам ещё литьё. Да, литьё, конечно, так себе, но при желании его можно привести в хорошее состояние и ездить на нём. Поехали дальше. Что у нас там по комплектации? Так, комплектация у нас, значит, не самая люкс, но здесь есть кондиционер. Он есть. Да, мы проверяли его, там почему-то муфта не крутится. Но я думаю, это всё же проще и дешевле разобраться, нежели покупать машину без кондиционера и ещё дополнительно устанавливать его сюда. Что касается стеклоподъёмника, стеклоподъёмника здесь всего два. Сзади у нас стоят весла. Не знаю, слышно вам или нет, но двигатель работает хорошо. По сравнению вот с той машиной, что мы смотрели в Михайловке, там двигатель работал просто как трактор. Вот этот момент. Поехали прокатимся, я вам покажу, что коробка здесь тоже в хорошем состоянии, не хрустит, не выбивает и так далее. Да, меня ещё, кстати, удивило, где тут включается свет. Вот тут вообще сбоку. Ну, кстати, привыкать мне долго не пришлось вообще. Вообще привыкать не пришлось. Часто говорят, возникают ли сложности, когда справа руля пересаживаешься налево, либо наоборот. На самом деле всё зависит от той самой прокладки, которая между рулём и сидением. У меня вообще нет дискомфорта, на каком руле ездить. Конечно, хочется её преобразить. Поэтому буду рада вашим идеям. Если, может, у кого есть какие-то предложения, пишите их комментарии обязательно, ребят. Мне это как бы очень важно, потому что сейчас приора сток. Но у чёткой девчонки должна быть чёткая приора. Но тут есть тонкая грань. Это главное – машину не заколхозить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok